итак дорогие друзья сейчас начинается самое интересное изучаем мануальную терапию и будем сейчас мощно выдергивать на тракцию весь позвоночник есть несколько способов давайте их рассмотрим сначала проверяем в такой позе достаточно удобно проверить на кручение вращение по всей позвонки шейные начиная вот отсюда от атланта да как они правильно стоит неправильно где-то зажима может быть и вот без разогрева диагностика просто диагностика она животом и массирующая и вот до седьмого позвонка доходим потом остистые отростки ну вот можно быстро разогреть достаточно так вообще-то конечно это делается после массажа и тракционное движение желательно делать перед непосредственно правкой когда позвонок мы уже вправляем в бок и сначала растянули мышцы да а потом это же можно сделать на самом деле мягко за основание черепа берем и для этого используем например вот просто сложили в несколько слоев первый способ подкладываем под череп и поднимись и надо немножко ему сдвинуться туда вот так значит также обнялись за основание черепа с той стороны здесь за верхнюю скулу и немножко вот понатягивали понатягивали сюда уже больно покрутили ничего не делаем нет я беру шею не клеят вот черепом или дальше да где-то посередине вот кому-то у кого ослаблены мышцы достаточно буквально вот просто потянуть и уже щелкнет или если из осложнения там грыжи и магиома то лучше не дергать лучше вот этого бывает достаточно особенно если приходит там девушка с худенькой худенькой шеи вот можно даже я напрягаюсь да давай расслабляйся может даже атлан поставить тогда почувствую что он расслабился резким таким шивком слышали было там поставился то есть натяжение все равно было видите под 45 градусов за челюсть вот когда это движение сделал не вверх она себя ну и сам прием когда человек расслабился берем его полу поуже перед самым носом да и бедром упираемся в стол до стол на кожу должен двигаться и немножко его дергаем на себя я был расслаблен вот обратили внимание что череп был немножко загнут назад получается воздействие идет в основном он еще раз показывал в основном на шейный отдел и вот есть нюансы да если мы череп загнем вперед и толкнем вот вверх уже получается то пойдет воздействие уже на грудной отдел то есть мы получается что сделали ременные мышцы натянули и до 6 позвонка примерно вот здесь он падет воздействие да чтобы прошло воздействие дальше до крестца желательно как бы усилить его просим человека ассистента держать за бедра можно лечь вообще на бедра именно за бедра потому что за голень будут слабовато немножко да либо есть столы такие где вот такие что и ставится тазовые кости держат дали бы ремень можно придумать который цепляется за стол либо ассистент залазить сверху садится только садится именно на бедра не на плохую на коленке именно середина бедер либо можно предложить человеку спуститься ниже и зацепиться спускай сюда зацепиться коленями вот а под поясницу подложим например подушку вот достаточно жесткую подушку до пристань по высоте она ведь ровняет сосуды вот тазовые кости да вот как раз 5 с 1 то есть она как раз сюда попадает по высоте жизнь провисаем вот туда полотенчик уже по длине нам понадобится но я уже много раздерну видите она уже начинает рваться базе другой стороны так положим такое рабочие леса да без он тоже попробуем вот берем поближе упор стол видите все на стол бежу держать и двигаю на себя было до покушает но я просто слабо себе друга если неудобно полотенцем да то да можно придумать петлю глиссона есть различные варианты покупных можно вообще даже вот и самодельный сделать такой самодельный вот затылок опять часть голубкой и видите выравниваем по скуле чтобы зафиксировать на скуле опускаем такой вот сцепление такое сейчас не выравниваем все должно быть симметрично можно уже видите на расстоянии так вот растянули растянули и на себя аккуратно потому что думаю ну да не боишься что спина это не сильно хочешь по себе могу сделать пусть он по себе готов ладно оставим нашим ученикам посиднее ты поднимись если не до такой подушки да то поднимись то можно найти в интернете подушка мирмана называется или всякие вот такие вот штуковина да они вот разной высоты формируются повыше сделаем вот такое и подкладываем именно вот сюда чтобы он вот этой частью лег на самую высокую точку по центру до поясницы до поясницы так и то же самое по центру все выравниваем удобно тебе различку неровно сейчас упор стул обязательно и держим на себя посильнее да и это еще не все способы есть еще и другие давай вытащим эту подушку и тенись вот сюда теперь головой вот сюда другой способ это соответственно тут нам понадобится уже поплотнее ткань допустим полотенце вот мы возьмем свернем его несколько раз вот сам очень делается перекидываем через шею и захватываем оба конца сверху и снизу но не вот тут вот возле ушей да иначе сорвете случайно и уши может оторвать охватаемся за затылочную кость здесь ладошку кулачками получим кость здесь не душу тут свободно а там от натягиваем там сзади прям натяжку все все не делал ничего опускайте упор стол и на себя есть вариант вот если просто череп да это шея пойдет или вот до грудных мышц чтобы достать вот так так вот загнули голову до почувствовал до груди дошло да да то есть положение черепа нам влияет на что мы воздействуем так и это еще не все еще один прием например нету вас полотенца да можно через салфетку за открытую челюсть большую салфеточку руки у нас чистые я уже продезинфицировал перчатки то есть можно не одевать если нет тогда через перчатки значит нам нужно нам не нужна нижняя челюсть нам нужна только верхняя челюсть спрашивать у человека если у нас там вставная челюсть у тебя зубы но они импланты да не импланты нет коронки но мы не за зубы мы за верхнее небо хватаемся нижней рукой под основание черепа чтобы он прям это подкачался да на наши перепонки чтобы чувствует это вот расслабление нижней рукой там захватываем рот закрывай глаза и за верхние неба двумя пальцами опять упор стол и нормально да кто-нибудь испугается или как прикусит нижнюю челюсть ну вряд ли я я поначалу если только таким способом и делать вы думаете там смешно да или как-то не культурно не гигиенично я поначалу так и делаю всегда напрямую он напрямую да то есть за череп мы выдергиваем все вплоть до крестца и помягче способы уже так скажем с дифференциация по позвонкам то есть я себе когда приправлю позвонок допустим седьмой держу пальцами тенором ладони упираю затылок и по диагонали растягиваю примерно то же самое происходит здесь то есть нам надо вот этими гипотенорами захватить затылочную кость именно затылочную и уши не скулу а там залазим под тот позвонок который нам надо ну допустим седьмой чувствуем что он так надо сказать что упор в стол обязательно фиксация стол а там он допустим немножко ротирован вот в этом направлении да то есть той стороны от часовой стрелки получается если мы смотрим через макушку то есть нам надо по идее в другую сторону повернуть вот туда вот так погружу захватили за затылочную кость и там там его пальцами держим и толкаем на себя с небольшим доворотом потом допустим 6 позвонок в эту сторону потом 3 4 взяли и потянули потянули и в эту сторону все уже на уши залезли да ну а длины шеи конечно зависит да насколько вы сможете руку просунуться ну да 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 вот так сжимаемые да и пальчиками указательными вот этими под осиста отросток прямо схватаем из двух сторон и доворачиваем сюда либо сюда под покоричьем таки осисти осисти за осисти толкаем туда да да засисти прям толкаем вот ну можно в этой же позе сделать попроще вот так взяли за снова черепа что голова через мукаем так считали почувствовали расслабление и на себя так и еще один нюанс если допустим выпирает какой-нибудь средний остистый отросток там 3 4 5 примерно да то берем за полотенчик а или просто непосредственно под него целимся вот непосредственно под него целимся и захватываем уже не все полотенце а именно вот эту часть переднюю до которая на него нацелена и когда будем толкать мы вот опять упор стол да обошлись внимание всегда упор стола мы толкаем не просто в длину а вот с таким подхлёстом вот так немножко раз увеличиваем лордоз вверх и на себя резко до вверх и на себя да ну вот достаточно уже много способов надеюсь вы их подсчитали записали а чтобы отрепетировать лучше приходить сюда по видео все равно много нюансов втекает поэтому вам надо быть на тренинге а с вас сейчас подписка а не выйти с моего канала ставьте значок на колокольчик до чтобы получать новые уведомления о видеороликах полезных с вами был олег губин